В связи с трагедией на Волге, тема безопасности речных перевозок сегодня номер один. Ей было посвящено заседание правительства, которое провел губернатор края. Сегодня об этом говорит весь Енисейский речной флот. Условия эксплуатации судов на Енисеи аналогичны условиям на Волге. И от подобного стечения обстоятельств, которые привели к трагедии, теплохода Булгария не застрахован никто. Подробности в репортаже Сергея Доставалова. Капитан Сергей Кузнецов около 20 лет служит на теплоходе Юнга Красноярского речного училища. Обучает курсантов управлению судном в разных условиях, в том числе и в сложных. Теплоход Юнга доходит до Дудинки. Сергей Кузнецов говорит, что по Енисею ходить даже опаснее, чем по Волге. У нас и дно каменистое, из-за этого теплоход может получить пробоину. И скорость течения выше, а неожиданный шквалистый ветер в межсезонье и шальная волна, так это вообще обычное дело. Ответ на вопрос, может ли теоретически на Енисеи повториться волжская трагедия, при таких условиях очевиден. Чисто теоретически, может, вода это вода. Но на Енисеи вот случаев потопления было, насколько я помню, два. Это Некрасов и это Плавкран-Блейхерт. Оба в штормовых условиях. Трагедия на Волге в буквальном смысле переполошила весь российский речной флот. Обсуждают ее и в Красноярске, и в других регионах. Безопасность пассажиров уже даже на речном теплоходе, который просто совершает обычный маневр, и не в открытом море, а на реке, поставлена под сомнение. О причинах пока никто говорить не хочет. Есть лишь версии и домыслы. Как говорят речники, дело даже не в старых судах, которым за 50 лет эксплуатации. Это истечение обстоятельств, в котором проще всего обвинить экипаж, который в случае с трагедией на Волге погиб почти весь. В живых остался лишь старший помощник капитана. Аксирным катерам удалось вытянуть судно на отмель на уровень иллюминаторов. Эти кадры шестилетней давности тогда тоже облетели всю Россию. На Таймыре затонул паром Некрасов. Там был перегруз минимум на 20 тонн. Погибли 14 человек. Палубы и проходы между каютами были загружены фруктами и овощами. Тогда, в 2005-м, это было обычным делом. А сверху вдобавок еще и автомобили. Да груз-то много, но, конечно, нежелательно эти машины возить. И у нас просто эти времени отнимают. Конечно, страшно. А что же делать? Если заставляют, ничего же никуда не денется. И только после трагедии с Некрасовым в крае с речными перевозками был наведен более-менее порядок. На пассажирских судах больше не возят груз. Хотя с непассажирскими катерами, теплоходами и тягачами ЧП все же случались неоднократно. Сегодня в правительстве края совещание по безопасности речных перевозок началось с минуты молчания. Губернатору отчитались, что на всех судах пассажир речи транса проводится дополнительная проверка всех спасательных и водоотливных средств. Исправность и герметичность иллюминаторов. Проведены внеплановые учения «Человек за бортом». С 12 июля в Енисейском филиале Российского речного регистра отменены все отпуска для внеочередной проверки всех судов на Енисеи под контролем прокуратуры. Сергей Достовалов, Сергей Тепенков. Новости ТВК.